Всем привет! Это видео о том, как увеличить скорость вашего интернет-соединения в Windows 10, 8 или 7. Часто к замедлению скорости работы интернета и компьютера в целом приводят заражение вирусом. Смотрите, как защитить систему от вирусов в нашем предыдущем видео, ссылка будет в описании. Скорость загрузки и отображения страниц в браузере зависит от производительности ПК. Если ваш ноутбук или компьютер морально устарел, его необходимо обновить. Смотрите видео об ускорении работы компьютера, ссылка будет в описании. Давайте для проверки зайдем на сайт Speedtest и замеряем скорость интернет-соединения. Итак, давайте попробуем изменить этот результат в лучшую сторону, увеличив скорость интернет-соединения. Шаг 1. Отключаем ограничение пропускной способности. Нажмите комбинацию клавиш Win плюс R. Введите в открывшемся окне gpedit.msc и нажмите ОК. Открылся редактор локальной групповой политики. Здесь кликаем левой кнопкой мыши по ветви «Конфигурация компьютера». Далее «Административные шаблоны», «Сеть», «Планировщик пакетов QoS». Делаем двойной клик по пункту «Ограничить резервируемую пропускную способность». В открывшемся окне выбираем «Включено» и ниже в разделе «Параметр» меняем назначение на ноль в пункте «Ограничение пропускной способности». Далее применяем наши действия. После открываем «Ограничение ожидающих обработки пакетов». Переключаем на «Включено» и задаем вместо текущего значения 4 и 9 нулей. После нажимаем кнопку «Применить». Шаг 2. Увеличиваем количество одновременных подключений. Нажмите комбинацию клавиш «Win» плюс «R», введите в открывшемся окне «Rec-Edit» и нажмите «Ок». Открылся редактор реестра. Переходим в ветку «HK Local Machine», «Software», «Microsoft», «Windows», «Current Version», в правом окне кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «Создать» параметр DWORD 32 бита. Присваиваем имя этому параметру «MaxConnectionPerServer». После кликаем по этому параметру правой кнопкой мыши и выбираем из списка «Изменить». В открывшемся окне в поле «Значения» вводим «16» и нажимаем «Ок». Повторяем предыдущее действие, но присваиваем уже другое имя. «MaxConnection1», нижнее подчеркивание, нажимаем «0», «Server». И также нажимаем «Изменить». Вводим значение «16», нажимаем «Ок». Шаг третий. Отключаем функцию оптимизации пропускной способности сети. Кликаем правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбираем командная строка «Администратор». Вводим команду. В описании к видео будут все команды. Нажимаем «Ок». Шаг четвертый. Оптимизируем работу интернет-браузера. Откройте интернет-браузер, который вы постоянно используете. В моем случае это «Google Chrome». Переходим в меню «Дополнительные инструменты», «Расширение» и удаляем те, которые не используем. Если вы используете интернет-браузер Opera, в нем можно включить режим Turbo. Это бесплатная служба, которая позволяет ускорить просмотр веб-страниц на медленных соединениях. Когда скорость соединения изменчива или нестабильна, Opera автоматически решает, использовать службу ускорения просмотра веб-страниц или нет. Для активации этого режима перейдите в меню «Настройки» и выберите в самом низу пункт «Показывать дополнительные настройки». После ставим галочку напротив «Включить Opera Turbo». Также для ускорения работы помогут программы-блокираторы рекламы. Например, в том же браузере Opera есть встроенная блокировка рекламы. Перейдите в меню «Настройки» и «Основные». Установите галку напротив «Блокировать рекламу и работать в интернете в три раза быстрее». Шаг 5. Управление электропитанием карты. Нажмите правой кнопкой по меню «Пуск» и выберите «Диспетчер устройств». Далее в разделе «Сетевые адаптеры» выбираем тот, который используем для работы в сети интернет. Делаем двойной клик по этому сетевому адаптеру и переходим на вкладку «Управление электропитанием». Выбираем галочку «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Данную процедуру нужно провести для всех карт Ethernet, Wi-Fi и модемов, которые вы используете для работы с интернет. После переходим в панель управления. «Электропитание» и выбираем пункт «Высокая производительность». Это позволит системе не отключать для экономии энергии сетевую карту и Wi-Fi модуль, но при этом потребление питания увеличится. На стационарном ПК вы не заметите эту разницу, а вот на ноутбуке будет чуть быстрее разряжаться батарея, поэтому есть смысл переключать обратно в режим «Сбалансированное», когда вы не используете активный интернет. Шаг 6. Усиление Wi-Fi сигнала или переход на кабельный интернет. Если вы подключены к сети интернет через Wi-Fi роутер, то для ускорения интернет-соединения попробуйте осуществить соединение напрямую, подключив интернет-кабель к сетевой карте вашего ПК или ноутбука. Это позволит улучшить пинг. Будет намного меньше задержка, чем по беспроводной сети. Это очень хорошо для онлайн-игр. В целом будет намного меньше потерь при передаче данных, чем по беспроводной сети, что положительно скажется на скорости и качестве работы вашего интернет-соединения. Если у вас нет возможности подключить интернет-кабель к сетевой карте, то попробуйте поставить Wi-Fi роутер ближе к вашему ПК или же ближе поставить ваш ноутбук или ПК к самому роутеру для улучшения приема сигнала. Если же и такой возможности нет, то попробуйте установить беспроводные интернет-репитеры в тех комнатах, где вы используете Wi-Fi, но при этом сигнал там достаточно слабый. Убедитесь, что на вашем Wi-Fi роутере установлен пароль. Если не установлен, сделайте это обязательно. Если установлен легкий пароль или вы давно его не меняли, попробуйте его заменить. Возможно, кто-то кроме вас его знает и использует для подключения к вашей сети, что также значительно снижает скорость вашего интернет-соединения. Шаг седьмой. Ускорение 3G и 4G соединения. 3G и 4G модемы обычно подключены к COM портам, несмотря на то, что фактически мы их подключаем к USB портам. Но технически это реализовано именно так. Скорость работы COM порта не очень высокая. Поэтому ее можно ускорить, тем самым увеличив скорость интернет-соединения. Для этого заходим в диспетчер устройств. Порты. Находим там последовательный порт COM1. Переходим в свойства данного порта. Далее на вкладку параметры порта. В списке бит на секунду выбираем максимальное значение. Применяем изменения. Также стоит попробовать разные USB порты, так как некоторые могут сбоить и замедлять работу модема. Попробуйте повторно подключать к USB порту ваш модем, если скорость ниже заявленных показателей. Дело в том, что технология подключения 3G и 4G модема к провайдеру подразумевает наличие у провайдера 10-12 различных каналов. При включении устройство случайным образом соединяется с одним из таких каналов. Часто складывается ситуация, при которой на одном канале подключено одновременно 100, а на другом 10 человек. Протестируйте реальную скорость соединения со Speedtest после подключения модема. Если скорость гораздо ниже заявленных показателей, отключите модем от USB порта и подключите его повторно. Возможно эту операцию придется повторить несколько раз. Шаг 8. Отключение программ, которые использует интернет. Отключите все программы, которые используют интернет, но которыми вы не пользуетесь в данный момент. Например, Skype, Viber, MewTorrent, почтовые клиенты, все автообновления. Как отключить автообновления Windows мы рассматривали в нашем предыдущем ролике. Ссылка будет в описании. Шаг 9. Закройте входящие подключения в Брандмауэре. Чтобы закрыть входящие подключения в Брандмауэре смотрите наше предыдущее видео. Ссылка будет в описании. Там мы это делаем на примере Windows Брандмауэр. Шаг 10. Установите DNS от Google или Яндекс. DNS серверы 8888 и 8844 это публичные серверы DNS от Google, альтернативные DNS серверы с закрытым исходным кодом, которые разработаны и поддерживаются корпорацией Google. DNS серверы 778888 и 778881 это публичные базовые DNS от Яндекс, быстрые и надежные. Что вообще такое DNS? DNS это адресная книга интернета, где указан цифровой адрес каждого сайта. Каждый раз, когда вы заходите на веб-страницу, браузер ищет ее адрес в системе DNS. Чем быстрее работает ближайший к вам DNS сервер, тем быстрее откроется сайт. Иногда DNS сервера вашего провайдера могут программно или аппаратом выйти из строя. На них могут быть прописаны блокировки для определенных сайтов и так далее. Поэтому есть смысл попробовать использовать альтернативные DNS. Для этого кликнем правой кнопкой мыши по значку сети в правом нижнем углу вашего экрана. Выберем «Центр управления сетями» и нажмем «Изменение параметров адаптера». В открывшемся окне выберем наш сетевой адаптер и зайдем в его свойства. Затем в списке компонентов выбираем пункт «Протокол интернета версии 4 TCP IPv4» и кликаем на нем дважды левой кнопкой мыши. Откроется окно «Свойства протокола TCP IP», которым надо поставить галку «Использовать следующие адреса DNS серверов». Прописываем предпочитаемый сервер 8.8.8.8, а альтернативный сервер 8.8.4.4. Как мы помним это DNS от Google. После нажимаем кнопку «Ок». Если у вас установлен Wi-Fi роутер, то я бы посоветовал прописать так. То есть, предпочитаемым сервером мы прописываем IP-адрес роутера 192.168.1.1 или 192.168.0.1, а в поле альтернативного уже публичный сервер Google. Таким образом, мы сможем пользоваться и ресурсами провайдера и стабильностью работы сервисов Google. Учтите, изменение DNS серверов провайдера чревато отсутствием интернета. Это связано с настройками провайдера. Если ваш провайдер технически не поддерживает работу с альтернативными DNS, верните все настройки назначения, которые рекомендует ваш провайдер. Итак, мы проделали ряд настроек, которые позволили нам оптимизировать настройки интернет-соединения. Давайте зайдем на сайт Speedtest и повторно замеряем скорость интернет-соединения для сравнения. В результате скорость соединения стала выше. Спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и делитесь видео с друзьями.